Липецкая область, еще одна область Черноземья, областной центр, естественно, Липецк, образована сравнительно недавно, 1954 год. Примерно в 50-е закончилось формирование современного деления на области. И я еще раз тут должен повторить, что оно достаточно условное. Довольно маленькое, это последнее по площади, она среди пяти регионов центрально-черноземного района экономического, крупнейшие города Липецк и Елец. Это немножко к северу от Воронежской области. Вкратце, это соседняя, я там был неоднократно в Липецке. Значит, расположено это в лесостепной зоне, на границе лесов и степей. Соответственно, обживалось это с верхнего палеолита, имеются древние стоянки. Ну, где-то вот уже в письменный период по Дону проходила граница между Балтами. Вот Балты, которые литовцы, они были аж до Дона вообще. И финно-уграми. А вот финны, они были после Дона. Ну, из финно-угров потом сформировалась Мар-2 известная. Вот она была уже в Липецкой области, буквально, мордовцы были. Эрзия там и Мокша и все такое. Заходили туда скифы, но скифы были южнее. Вот скифы в основном были именно на территории Украины, но даже в Воронеже. А в Липецк уже они практически не совались, потому что лесостепи, они были степные по образу жизни скифы и сарматы. То есть какие-то есть захоронения, то есть, видимо, частично они там тоже где-то гужевались, но в основном все-таки финно-угры и балты территорию делили, то есть лесные народы, поскольку лесостепь. Проходило там великое переселение народов, то есть какое-то время проходили там германцы и тюрки. С VIII века продвигаются славяне, северяне и вятичи. Значит, северяне это черниговские украинцы, так грубо говоря, а вятичи это вот рязанцы и тюлики, то есть будущие южно-русские, короче, племена. Но на самом деле это не так важно, так как всех потом истребили монголы-татары. Ну и постепенно славяне вытесняли все-таки балтов и финно-угров. Тем не менее, Мар-2 там все-таки долго держалась, еще вот во времена Киевской Руси там частично была Мар-2. Хазарский Каганат контролировал какое-то время территорию, потом продвинулись туда варяги. Вятичи, как я уже рассказывал, боролись длительно за независимость, пытались вообще не подчиняться ни Киеву, ни Хазарам. Распространялось параллельно христианство. Ну и в этих вот сложных условиях сформировалось Черниговское княжество, которое контролировало в том числе и Липецкую область будущую. Тем не менее, вятичи тоже были там независимы и сопротивлялись экспансии Черниговского княжества. Черниговское княжество это северяне, соответственно, из этносов того времени. Вятичи вообще самые последние, которые подчинились Киеву, и даже вот в посткиевское время, уже когда была раздробленность, все равно они, в общем, были независимы. Также Мар-2 упорно сопротивлялась, и вот эти все бои проходили тоже на территории Липецкой области. Во времена уже поздней феодальной раздробности территорию поделило Черниговское и Рязанское княжества, это уже ближе к монголо-татарам было. И примерно в это время упоминаются различные города, большей частью разрушенные потом монголо-татарами, но в том числе и город Елец. Однако же спорят, был в это время уже Елец или не было. С приходом монголо-татар, тут формируются еще верховские княжества, и территорию начинают заселять также и тюрки. Вот где-то XIII-XIV век там смешано живут тюрки и славяне. Формируется Карачевское княжество, Новосильское, Пронское, Рязанское, то есть усложняется вся ситуация, и вот какое-то время там Елец и прочую эту окрестность контролирует Карачевское княжество. При этом среди монголо-татар нарастают противоречия, в которые они втягивают русские княжества, и идут крупные войны, в процессе которых считается, что многие города были разрушены, и вот эти все первоначальные славяне, по большей части, были уничтожены. Особенно, когда пошли нашествия Тимура, Едигея, практически все вот это население, которое было славянское, оно было продано в рабство, или побежало куда-нибудь в Рязань, в Москву, в Литву и так далее. Все это превратилось в дикое поле, но вот часть, кстати, старых этих славян, они влились в состав казаков, наряду с тюрками местными. Вот именно с верховских вот этих княжеств, где было смешанное тюрко-славянское население, от крупных набегов какого-нибудь Тимура, бежали на Дон, и так сформировалось казачество, так считается. Ну, однако же, вот это все стало, соответственно, диким полем, то есть слабо заселенным, поэтому, я говорю, кто там заселял до этих событий, до 15 века, не так и важно, они все убежали. Вот, опять, значит, начало сюда продвигаться Рязанское княжество, ну, самым крупным политическим таким игроком стала Литва, и поэтому длительно там контролировала Литва, и боролась за эти земли также и Рязань. Но земли уже назывались Елецкие земли, то есть что-то вот там типа Ельца было, но, вероятно, оно разрушалось периодически. Кончилось, естественно, тем, что захватила Московия, Рязань, и начала туда тоже продвигаться. Но, в целом, для Московии это длительно было, значит, тоже дикое поле. Где-то в 16 веке, и даже в конце 16 века, они занялись территорией, там основали Воронеж. К 17 веку начали строить Белгородскую засечную черту, и вот только, по сути, в 17 веке, в процессе строительства Белгородской засечной черты, строятся заново всевозможные города, которые, вероятно, были раньше. Ну, вот эта история с городами, которые были раньше, она по всей периферии Московии наблюдается, и на юге, и в Сибири, и на севере. Раньше были какие-то города местных народов, потом уже Москва поставила там какую-то крепость в каком-нибудь 17-18 веке, и с тех пор считается почему-то дата основания Томска 1604 год, хотя татарское там поселение было лет за 300 до этой основания этого Томска. Ну, и аналогично и тут. Елец, конечно, раньше был, но снова Елец построили в 17 веке. Заодно они построили тогда же и Лебедянь, ну, и всевозможные другие крепости. Усмань тоже в 17 веке, скорее всего, на основе ранее разрушенных крепостей славянских, там, тюркских или мордовских. На территории Романово, кстати, первоначально были, то есть московские бояре Романово имели территорию как раз на Липецкой территории, поэтому они как бы так следили за этим, когда пришли к власти во всей Москве. При Петре Первом там строятся первые металлургические предприятия, Липские железодеятельные, железодеятельные заводы, и в результате вот формируется город Липецк, о котором я сделаю отдельный клип. Также распахиваются черноземы. Вот в 18 веке, когда уже граница окончательно пошла там к югу, никакие крымские татары явно уже набеги не устраивали и, наоборот, завоевывались Россией. Вот тогда началось процветание, все это дикое поле прекратилось, все распахали, стало крупной черноземной губернией, Липецк стал курортом минеральных вод, которым он до сих пор остается, подняли там металлургическую промышленность еще со времен Петра Первого, и, в общем, с этих времен эта территория процветала. В революцию и в гражданскую войну в основном контролировали большевики, белые не заходили. Большевики, естественно, уничтожили там церкви всякие, монастыри, а все-таки центр религиозного паломничества тоже Липецкая область была и есть. Интересная информация, с 1925 года в обход Версанского соглашения у Советской России был неофициальный союз с Германией, правда, социал-демократической Германии, близко им по идеологии в 1920-е годы. А Германии было запрещено иметь авиацию. Так вот, в обход этого Версанского соглашения в Липецке была подпольная немецкая военная авиационная школа. Там проводились испытания новых типов германских боевых самолетов и вооружения. И многие известные фашистские авиаторы, они обучались в Липецке и потом бомбили, допустим, тот же самый Липецк. Эта школа немецкая работала до 1933 года. Ну, понятно, в 1933 году пришли фашисты, наши школы закрыли, но вот эти же все, которые там учились, они, естественно, пошли в фашисты. А куда они еще пошли-то после 1933 года? Во время Второй мировой войны продвигались туда фашисты. В 1941 и 1942 году часть территории Липецкой области была под оккупацией. Ну и, собственно, Липецк область образовали уже после войны 1954 год. Ну, затем она перешла, соответственно, в РФ и сейчас находится в составе Центрального федерального округа. С 19 октября 2022 года по ходу спецоперации объявлено частичное военное положение, в том числе на Липецкой области имеется режим повышенной готовности. Ну, я живу практически возле фронта, у нас тут всяческий режим там гораздо выше, чем в Липецкой области, и сплошные на улицах военные машины. Поэтому тут вот как-то это... Ну, на меня никак не влияет, я из дома просто мало ухожу, может, на кого-то влияет. Ну, в общем, в Воронежской области хуже, на самом деле, режим, так что пока что все это дело терпимое. Пока что до мирных жителей особенно это не касается, на самом деле. Ну, ладно, географически. Липецк 370 километров от Москвы, то есть ближе к Москве, чем Воронеж. Это западная часть области возвышенная равнина, восточная часть низменная. Река Дон, но она верховья, она там маленькая все-таки. Река Воронеж, все, в принципе, верховья. Ну, и почти все реки принадлежат бассейну, собственно, Дона. Там есть притоки сосна, красивые меча и так далее. Климат умеренно-континентальный, похолоднее будет, чем в Воронеже, там лесостепь. Средняя температура января минус 10. Лето теплое, продолжительное. Средняя температура июля плюс 20. Устойчивый снежный покров с первой половины декабря до конца марта. Лесостепной, растительный и животный, мир, однако степь вся распахана. Собственно, степной почти нет растительности, потому что вся степь это поля, на которых растительность человеком засеяна. Примерно 7,5% территории леса. Леса запрещено рубить, они там противоэрозионное всякое значение имеют. Вот то, что леса начали в 90-е более-менее рубить, привело к тому, что резко сократились посевные площади. Они там против водной, ветряной эрозии леса в этой лесостепи очень нужны на самом деле, поэтому рубить их нельзя. Защитные леса считаются. Наиболее значимый лесной массив там это долина реки Усмань, Усманский бор. Из лесостепи животный мир это смесь лесных и степных видов, однако же степь-то распахали, степных все-таки меньше. Ну и степных там заяц имеется. В лесах там может быть белка, косуля, кабан, лисица, куница, барсук, суслики могут быть. Два заповедника, Галичья гора и часть Воронежского заповедника вот со стороны Усмани, она заходит на Липецкую вот уже область. Я в Воронежском заповеднике-то был, там как раз вот это направление, это Усмани считается, туда вот ехать, на Липецк. В общем, очень близко на самом деле. В Липецк-то заезжал неоднократно, особенно когда жил сам в Воронеже. Земельные ресурсы 85% чернозем, то есть хорошие земельные ресурсы, поэтому да, процветает сельское хозяйство. Полезные ископаемые, правда, серьезных нет. Ну, Липецкие минеральные источники хорошо известны и заваленные Липецкой минералкой также и Воронежская область. Там строительные полезные ископаемые по типу известняки, доломит и песок, глина, цемент. Топлива нет, каменный уголь, нефть, горючие газы не разрабатываются. На самом деле металл тоже не разрабатывается, но рядом Курская магнитная аномалия, поэтому руда из Курска, где ее много добывают, поступает в Липецкой области. Это очень важно, потому что Новолипецкий металлургический комбинат работает за счет железных руд Курской магнитной аномалии. Имеются, впрочем, месторождения бурого железняка Липецкого железорудного завода. Вроде как оно вырабатывается даже, но хуже оно, чем Курская магнитная аномалия, в основном Курская там железо. Многочисленные залежи глин, в том числе огнеупорных и тугоплавких, керамические глины, всевозможные их месторождения. Имеются месторождения бурого угля, оно не разрабатывается. Промышленные залежи торфа, но в основном в низменности Дона, где были какое-то время болота, вот там торф тоже есть. Обнаружили там алмазы, в Липецкой области, но, насколько я понимаю, не добывают. Население 1 126 000 человек, 1 126 000 человек. Ну, вот на картинке видно, что, в принципе, оно, конечно, падало в постсоветский период, но не сильно. То есть оно и в постсоветский период где-то было 1 200 000 там с чем-то. 200, может быть, 40, вот так вот. Немножко упало. Ну и постоянно растет урбанизация, растет доля городского населения. Национальный состав 96% русский и 1% украинцы. Остальное незначительно. Но вообще вот эти Липецкая, Воронежская, моноэтничные, да, моноэтничный регион. Я длительно жил в полиэтничных, таких как Сибирь и Крым. Для меня даже было первоначально непривычно, но сейчас уже привык. Тут почти никаких национальностей-то и нет, кроме русских. Практически мало встречаются. Населенные пункты. Липецк 490 000 человек. Отдельно поговорю. Елец 99 000 человек. Тоже вполне такой порядочный город по местным меркам. Лебедянь, старый очень город русский, 20 000 человек. Данков, Усмань, Задонск и так далее. Является регионом-донором, то есть не получает она финансовой помощи, и таких на самом деле регионов мало. Вот тянет практически всю Россию Сибирь, в какой-то степени Кубань, конечно, как аграрный центр, ну вот Липецк тоже, Воронеж, а это регионы, которые тянут Россию, а большая часть России на дотациях и за счет этих регионов живет. Ну промышленность какая в Липецке? Холодильники, 40% холодильников в стране делаются в Липецке. Четвертое место по производству стали, 14% всей стали в стране, Липецкая область. Крупные производители сахара, песка и плод овощных консервов. Плод овощными консервами завалены все магазины Воронежской области, как я уже рассказывал. В частности и Липецкими тоже. Липецкая продукция в виде минералов и консервов тут прям вот, даже в небольших городах Воронежской области прям вот превалирует во всех отношениях. Ну в самом Липецке, кстати, тоже достаточно все дешево, их можно хорошо пожать в Липецке. Там даже дешевые столовки в Липецке есть такие вообще на копейки. Ну были, по крайней мере, когда я там был в десятые годы. Ну так вот, значит, крупнейшие промышленные предприятия Новолипецкий металлургический комбинат, Липецкий хладокомбинат, Липецк цемент и так далее. Ну опять же, вот что они производят, у нас черные металлы, прокат черных металлов и сахар-песок. Сахара еще очень много в Липецке тоже делают. Там имеется особая экономическая зона Липецк с 2007 года и на территории области тоже ряд особых экономических зон сделали. И туристические зоны Елец и Задонщина. В основном религиозный туризм в Задонщину, там монастыри, но Елец, видимо, и религиозный, и познавательный тоже. Соки делают еще в Лебедяне из пищевой промышленности. Энергетически 14 тепловых электростанций, что довольно серьезно. Сельское хозяйство из-за черноземов вообще прекрасное, растеньеводство. И огромная часть Липецка это плодовые сады. Вот почему они соки-то делают. Там сплошные яблони, груши, сливы в Липецкой области. Там вообще хорошо в этом плане. Ну и кроме того, естественно, зерновые, сахарная свекла, все традиционные для черноземья, картофель. Тут все очень хорошее и вкусное. И в Липецке тоже. Растет производство молока. Тепличные огурцы, томаты, ну вот плодовощные, соответственно. Липецкая область по производству овощей в зимних теплицах обгоняет даже Краснодарский край. Там очень такое сельское хозяйство весьма-весьма развитое. Ну и садоводство входит в пятерку лучших областей в стране по производству плодово-ягодной продукции. Яблоки. Тут тоже очень много продаются. Да, и в Липецке тоже. Ягоды, вишня. Вот это все просто до хрена в Липецке. Пассивные площади после краха советской власти падали до 2005 года. Но с 2005 года растут и практически уже восстановились, как при советской власти. То есть сейчас снова все это распахивается. В 90-е действительно где-то на треть сократились, но сейчас снова все оживляется. Это сельское хозяйство, потому что санкции и санкции прежде всего к продовольствию относятся, как я уже говорил. То есть значение Черноземья и Кубани, как сельскохозяйственных районов, с санкциями повышается. Потому что санкции в основном относятся именно к возу продовольствия в Россию. Перестали возить, полоко и все такое прочее. Вот теперь за счет Черноземья они, видимо, будут выживать. Автодороги. Липецкая кольцевая автодорога была построена. Автодороги, естественно, трасса Дон в основном, то есть из Москвы в Воронеж. Железнодорожная сеть очень тоже такая, ну как, ячеистая, да? То есть там, помимо основных магистралей, много ответвлений в Липецке. Охвачено хорошо железными дорогами, три железнодорожные магистрали, крупнейшие узлы это Елец и Грязи, ну и также имеется международный аэропорт Липецк. Вузы все в Липецке, поэтому буду, когда про Липецк поговорить, тогда про вузы расскажу. Довольно много там достопримечательностей, потому что все-таки старый такой район русский, где всякие бары жили и много чего там понастроили. Ну вот в имении Полибина имеется уникальное архитектурное сооружение, стальная ажурная башня инженера Шухова. Первая в мире гиперболойная конструкция, которая была представлена на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Ее выкупил меценат Нечаев Мальцев. Вот Нечаев Мальцев это его имение Полибина. Вот в это имение Полибина к Нечаеву Мальцеву заезжали всевозможные деятели культуры, потому что он был меценат. Вот там были Толстой, Репиной, Вазовский, Васнецов, Бенуа, Ахматово и так далее. Вот эта вот усадьба Полибина, там крупный такой достопримечательность такая, крупный центр, который можно посетить. В Ельце очень много памятников церковной и светской архитектуры, Вознесенский собор. В Ельце длительно жили Бунин, Пришвин и так далее. Задонск, крупнейший центр паломничества, и про этот Задонск даже тут такие всякие особо православные. В Воронежской области тоже про этот Задонск все говорят. Туда постоянно ездят, там три монастыря и куча всяких церквей. Короче, вот самые крутые монахи у них считаются задонские монахи. У этих, у православных, тут у местных. И туда они постоянно тоже ездят. Там вот едешь, когда на Липецк по дороге, я же всяко ездил и по железной, и по автомобиле, там все время стоят указатели до Задонска, столько-то километров, на Задонск там легко попасть. Есть усадьба Борки, где имеется Борковский замок в английском, готическом стиле. Там у нас совсем, короче, дворянство русской крыши поехало и строило замки в готическом стиле в Липецкой области. Мещерский дендрарий имеется, крупнейшая по площади лесостепная опытная селекционная станция в России. Ну и вот это, видимо, основные достопримечательности Липецкой области, как обычно, можно дополнять. И второй клип делаю уже про областной центр непосредственно Липецк. Липецк. Липецк.